МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прижил сайт Институт, при том, что все остальное у нас, включая Хэллоуин, недавно прошедший, очень даже идет на ура. На ура Хэллоуин не идет. Что касается секшу-форресмента, в чем причина, что страшные крокодилицы, американские, жирные эти жабы? Прям все. Ну, их очень много. Проверьте, картинка американки красивая, это очень редкая картинка. Обычно это страшные жабени такие, вот, с такого размера штанами, что даже пивному мужику не снилось. Так вот, они страшные, на них никто внимания не обращает. И они уже настолько как бы отувыкли от комплиментов со стороны мужчин, что им кажется, что любой комплимент – это попытка к ним там, их там атаковать, да, вот, как в анекдоте. Безусловно, пропагандисты феминизма, они очень внимательно относятся к этой теме, поскольку для них семья – это всегда форма насилия. Семья? Да. Они расценивают семью как обязательную форму насилия и ущемления прав женщины. Вот все эти жуткие флешбобы, когда идиотки делали там «Я не боюсь сказать», там вот эти все крокодилицы и прочие жабы. Почему? Очень хорошенькие девушки писали в нашем фейсбуке. Понятно, да. Они писали «Я не боюсь сказать». Это же все часть пропаганды, очень серьезный компания. Пропаганды чего? Пропаганды феминизма, пропаганды отказа от семьи. Потому что главная цель всех этих акций – показать, что в союзе мужчины и женщины что-то не так. А почему что-то не так? Да потому что авторы этих концепций, лесбиянки, они понимают, что они ущербные лузеры. Они ненормальные идиотки. И им некомфортно ощущать себя лузершами и идиотками. Поэтому они говорят, что в принципе семья – это фигня, поэтому давайте откажемся от семьи. Три степени секшуал харассмента есть в Америке. Если девушка пришла к тебе в офис, у тебя календарик. Ну, приходит девушка на ресепшене, которая сидит в автосервисе, приходит к хозяину автосервиса. Что она видит на стене у хозяина автосервиса? Какой календарь? Там календарь Пирелли с девушками или еще что-нибудь? Ну, понятно, что не картины Третьяковки у него висят. И она, увидев эротическую картинку на стене хозяина автосервиса, увидев эту картинку, заявит на него в полицию в Америке и скажет, он до меня домогался в третьей степени. Это уже является формой России. Поэтому в данной ситуации мы не должны копировать это безумие, которое царит. Откуда все это пришло? Еще недавно никто и не додумывался о том, что такое может быть. Но пришли социалисты, пришли зеленые. Как в Америке пришли союз зеленых 90-х. Это же просто кошмар. Это же люди, которые просто ненавидят традиционного клада семьи. Почему? Потому что они все голубые. Им всем ненавидят. Прямо все-все? Да, в том-то и дело. Там же идеология вся такая. Вся эта антифа, вот этот социалистический скам, весь этот вот с немытыми подмыхами, потные, вонючие девки из этих общин, которые живут этими квакерами в домах, понимаете, многопользовательские, не в плане компьютера. Все эти девки, они все, вот для них все, что касается там семьи, детишек, там папа, мама, родителей, церковь, они настолько это ненавидят, что они пытаются через все свои жабры, ядовитые языки, так сказать, пропагандировать, что это неправильно. Вот и все.